всем привет если вы смотрите это видео о роутере fritz box добрались до моего видео значит другие видео вам не помогли его настроить я тоже столкнулся с огромной проблемой в его настройке пришлось даже мастера вызывать в целом проблем в общем-то несколько вкратце скажу это самый сейчас дешевый роутер на территории украины но кроме того что он самый дешевый он еще и гигабитный почему это важно если вы решили поднять себе скорость интернета выше 100 мегабит вам понадобится гигабитный роутер с пропускной способностью хотя бы по проводу 1 гигабит а такие роутеры стоят больше тысячи долларов гривен то есть но это 25 долларов это же стоит меньше 10 долларов вот так что в этом плане роутер хороший но в нем нет русского или украинского языка в меню есть самый понятный это английский и там текста очень много пунктов в меню в разделе в настройках очень много поэтому сейчас расскажу три пункта которые важны для самостоятельной настройки которых я нигде в других видео не нашел и в самой инструкции это не очевидно смотрите самое главное кто уже настраивал роутеры знает что знает что здесь есть отдельный вход вот сюда здесь вход интернета интернета то есть если из подъезда к вам заходит квартир на квартирном доме или у вас как у меня вот конвертер тороптоволоконного сигнала в частном доме он конвертирует световой сигнал электрический из него выходит провод так вот его не надо вставлять в эти в это в одной из этих гнезд это немецкий роутер эти гнезда для телефонной сети хотя как бы очевидно и логично кажется что нужно поставить на сюда вставляется провод в порт номер один лан один вот сюда вход интернета внешнего далее в процессе настройки я не буду часто подключать отдельно отдельно изображение монитора сниму прямо телефоном значит у вас в ходе настройки у вас будет будет вот такой пункт меню попадется сейчас секунду здесь вам предложат выбрать интернет провайдера вы тоже установитесь вот existing connection о валан там вот я щас включу мышкой где тут там у вас будет возможность включить либо мобильный интернет тут внизу либо выбрать другого провайдера ну или пожалуйста выберите да пункт вот если начать выбирать провайдера это только телефонные плавают провайдеры которых ну собственно у вас если по телефону провайдер кого-то нет у нас такого нет это в германии так все вот это еще один важный пункт то есть вы выбираете вот этот лан вставляете в лан один и когда у вас все уже заработает у вас все заработает в этом случае потому что без того что вставить в первое гнездо лана я так и не догадался что сделать вы заходите в настройки network это настройки домашней сети и смотрите здесь по умолчанию гигабитная скорость только на первом стоит на первом порте стоит которую собственно включили а вы переключаете чтобы на втором порте тоже был один гигабит 3 4 подключить невозможно у вас будет всего один гигабитный выход и в него подключите но на перстационарный компьютер как в моем случае беспроводная сеть будет 100 мегабит она не будет гигабитной то есть это роутер такой очень бюджетники в моем случае я хотел чтобы мой главный компьютер можно было поднять скорость это для просмотра онлайн там фильмов 4k и так далее поэтому если выбрать такой роутер не смогли настроить то вот такие три вещи то есть включить нужно провод в гнездо номер один они в они в отдельные гнезда выбрать подключение через лан и установите скорость их обид и тогда у вас все заработает вот такой фризбокс так что пользуйтесь другого такого инструкции я не нашел пока